Благослови, Душа моя, Господа, благослови неси, Господи. Речи Господь, блюдите, да не пресвите единого от малых сих. Глаголю бы вам, яка ангели их на небесех выну, видят лице Отца моего небесного. Придё бы Сын человеческий взыскать и спасти погибшего. Что вам мнится, аще будет некому человеку сто овец, и заблудит едино от них. Не оставит ли девять десять и девять в горах, и шед ищет заблудшие, и аще будет обрестию. Аминь глаголю вам, яка радуются о ней пачек, неже о девяти десятих и девяти незаблудших. Так а несть воля пред Отцем вашим небесным, да погибнет един от малых сих. Аще же согрешит к тебе брат твой, иди и обличи его между тобою и тем единим. Аще тебе послушает, приобрел еси брата твоего. Аще ли тебе не послушает, пойми с собою паки единого, или два, да приустех двою или триех свидетелей станет вся глагол. Аще же не послушает их, повеш в церкви. Аще же и церковь прислушает, буди тебе, яка же, язычник и мытарь. Аминь глаголю вам. И лика аще свяжите на земли, будут связаны на небеси, и лика аще разрешите на земли, будут разрешены на небесех. Паки аминь глаголю вам. Яка аще два от вас совещают на земли, а всякой вещи, ежи аще просита, будет има от Отца Моего, иже на небесех. И дежи бы из ста два или три, собранные во имя Мое, ту есмь посреди их. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня понедельник, 1 июня. В этот день церковь предлагает нашему вниманию евангельское очищение от Матфея, 18 глава, с 10 по 20 стих. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяносто девяти незаблудившихся. Так, если нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено и на небе. Истинно, так же говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Вот такое Евангелие, дорогие братья и сестры. В сегодняшний день слышим мы с вами, мы начинаем чтение Евангелия от Матфея. Итак, вот сегодняшний день Господь предлагает нам очень интересную притчу и вместе с тем думается, что очень простую притчу об одной заблудившейся овце и вот 99 оставшихся, сохранившихся в стаде. Итак, конечно, вот здесь, в этой притче и под этой притчей мы можем разуметь заблудившееся человечество, вот эту одну единственную овцу, за которой идет Господь, чтобы спасти и найти ее. На самом деле, вот такая история, такая ситуация была очень понятна и ясна древнему человеку и в то время в древнем Израиле стада овец действительно доходили вот и до такого большого количества. И это вовсе не означает, что пастух у такого стада был один. Стада принадлежали общинам и у стада могло быть двое, трое, может быть, и четверо даже пастухов. И вот если так случалось, что овца заблудилась, то пастух должен был идти искать ее, чтобы, возвратившись вечером в деревню, он должен был предоставить доказательства либо того, что она пропала, умерла, погибла, или, может быть, она попала в лапы и в зубы хищным животным. На самом деле, заблудиться было очень легко, потому что стада, потому что, собственно, вот там, где паслись стада, на тех пазовищах они были достаточно бедны, и овцы вот могли разбредаться по огромной территории, заблудиться было очень легко. И вот вечером такой пастух мог возвратиться в свое селение и там уже рассказывать о своей удаче или о своей неудаче. И вот, собственно говоря, такую притчу, очень ясную, очень яркую, очень живую и очень понятную, людям того времени Господь предлагает. Он говорит, как радуется человек о той овце, которая заблудилась. И действительно, она была уже, казалось бы, потеряна, она, казалось бы, вот-вот ее, может быть, уже никогда не найти. Человек возвращается вечером на закате солнца и приходит вот с этой заблудившейся овечкой, и люди, его собратья из общины, в общем-то, этому радуются. Понятно, что социальный уровень того времени был не такой уж и высокий. Ну вот, какой иной смысл мы можем увидеть в этой притче? Для нас открывается здесь несколько вещей. Во-первых, то, что Бог любит каждого человека в отдельности. То есть, ну что мы можем себе представить? Ну, сто овец, одна из них потерялась. Насколько это вообще большой убыток, вот так для нас? Ну, для кого-то вот такая потеря может быть и не сказаться на его финансовом состоянии, да, или состояние его имущества. Но Господь смотрит на все эти вещи по-другому. Для него один потерянный человек, это, конечно, большая печаль. И как вот здесь сравнивается, человек радуется о найденной овце, так и Господь радуется о человеке, который заблудился и вернулся к Богу. Потому что Бог любит каждого человека. И Он каждого человека любит одинаково. Неважно, кем бы этот человек ни был. И церковь настолько универсальна, как и универсальна любовь Божия, потому что Бог призывает к себе каждого из нас. А вот откликнемся ли мы на этот призыв Божий или нет, это уже остается в нашем праве, в нашем сознании, в нашем желании быть с Богом или не быть. Но Бог каждого из нас ждет и принимает. Вот как любящий отец вот из той притчи о блудном сыне, который, казалось бы, оскорбил своего отца, но тот его ждет на дороге и вот распростер объятие, чтобы обнять его, поцеловать, принять в дом и устроить пир. Потому что Господь радуется о том, когда заблудший человек возвращается. Потому что, напомним себе, Бог любит каждого из нас, каждого человека в отдельности. Второй момент. Любовь Божия, она терпелива. И вот многие иногда говорят, что человек сам виноват в своих проблемах, сам виноват в той ситуации, которая сложилась. Вот это овца, ну и глупость, знаете, овец, она тоже входит в такую поговорку, в такое выражение. И может быть она сама виновата, что поступает так, но Господь, Он терпелив. Он смотрит на вот такие блуждания человека совершенно по-другому, и Он терпеливо ожидает вот этого возвращения. Вот, и опять же, сегодняшняя параллель с этим блудным сыном тоже нам вспоминается всегда. И Господь ждет, и вот как любящий отец ждет всегда, когда же человек вернется. И, может быть, люди и не мудры, и где-то совершают глупые поступки, но Бог любит того человека, который, казалось бы, и сам виноват в своих проблемах. Другой момент, это опять же, вот видите, этот пастух, Он сам выходит на поиски пропавшей овцы. И Бог, Он, вот любовь Божия, она ищущая любовь. Бог ищет сам. Он делает навстречу человеку, ну, если мы делаем один шаг, он, наверное, делает шагов сто к нам, чтобы только лишь нас принять. И даже знаете, вот очень часто мы цитируем это небольшое высказывание о книге Откровения на Богослово, где Господь говорит, что я стою и стучу там при дверях сердца вашего. То есть Господь сам стучится к нам, и вот нам остается только отворить двери сердца своего. То есть Господа впустить к самому себе, потому что Бог ищет человека. Еще один момент, это то, что любовь Божия, она радующаяся. То есть так часто случается, что люди, они не могут забыть грех или какое-то преступление или оплошность другого человека. Вот она постоянно сидит, и мы знаем, если это преступник, то мы всегда помним о его преступлении, даже если он раскаялся и понес закон на этом наказание. Если он страдал какой-то страстью, то мы всегда знаем и помним, как он себя вел или какая страсть была у этого человека в его жизни. Но вот любовь Божия, она другая, она радующаяся. Господь всегда радуется о том, что человек изменился, и он как бы уже не помнит вот тех совершенных грехов, в которых человек раскаялся. И Господь, он никогда не возвращается к тому, что было и в чем мы согрешили, но принесли настоящий плод. Ну и последний момент, это то, что любовь Божия, вот исходя из этой притчи, она вот такая ищущая и еще одновременно спасающая. Господь любит нас, он нас ищет, он ждет нашего возвращения к себе, и вот тогда, когда это совершается, он нас реально спасает, он нас выручает, и он нас ведет обратно туда, куда нам нужно идти. Ну и дальше, вот здесь, конечно, самый евангельский отрывок, который сегодня мы слышим. Здесь есть еще и многие темы, которые до нас доносит евангелист Матфей. Ну и последний, наверное, момент, на который я бы обратил наше внимание сегодня. Господь говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. То есть Господь незримо пребывает с нами всегда. И вот эта фраза означает, что Господь, Он незримый гость, и Его присутствие всегда там, где мы призываем имя Божие. И для нас это, конечно, огромная поддержка тогда, когда мы начинаем молиться, тогда, когда мы собираемся вместе, потому что мы знаем, что рядом с нами Бог. Бог тот, который обещал нам быть с нами всегда, даже до последнего дня нашей жизни и до скончания века. Вот такое евангелие, дорогие братья и сестры. Сегодняшний день слышим мы с вами. Мы читали Евангелие от Матфея, 18 главу, с 10 по 23 стих. Ну а я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь.